Здравствуйте! В эфире программа «Вечные ценности». И я приветствую в нашей студии Жамилю Токен, члена Союза художников Республики Казахстан, идейного вдохновителя и организатора Международного независимого женского фонда художников «Таншолпа». Жамиля, здравствуйте! Здравствуйте! Тут уже становится какой-то традицией, что когда начинается разговор о женском искусстве, то сразу возникают такие ассоциации с гендером, феминизмом, начинаются какие-то дебаты по этому поводу. Хотя, и вам, как никому другому это известно, женское искусство не только об этом. Это самые разные темы. Какие? Вот смотрите, искусство, оно вообще не делится на женское или мужское. Это искусство. А вот творчество, оно может делиться, потому что есть мужская позиция, мужское зрение, мировоззрение как раз-таки на творчество и женское творчество. В основном женщины всегда занимались у нас искусством прикладным. Это гобелины, батики, войлок активно развивался. А такие виды искусства, как живопись, графика, скульптура, женщин было мало. Но вот у нас яркие имена есть, это Айша Голимбаева, Гульфайрус Исмаилова, да. И поэтому единицы женщин, которые могли посвятить себя таким серьезным видам искусства. Потому что здесь в основе того, что женщина прежде всего она мать, она хранится с домашнего очага. И совмещать творчество с домашними делами, с бытом очень сложно. И для этого мы создали фонд, чтобы у девочек, у художниц наших, профессиональных художниц, была такая платформа, где они могли себя реализовать. Но вот как они себя реализуют? Действительно, они пишут, вот вы говорите, что творчество бывает женское. Ну и женщины бывают мужского, склад характера бывает мужской. Но темнее, вот какие темы? Это же не только тема материнства, не знаю, тема женской красоты. Мне кажется, что именно женское творчество, изобразительное, оно гораздо шире по темам. Даже если просто открыть и посмотреть ваш инстаграм, и увидеть и ваши полотна, и полотна ваших подруг по Тан Шулпану. Вы знаете, творчество, оно безграничное, оно не делится по половым признакам. Каждый художник, он внутри, вот когда есть человеку, что сказать и как это сделать, и когда работа, она сама заставляет, знаете, вот задуматься и привлекать внимание зрителя, возникает такой диалог, что хотел художник сказать вот на этом полотне этой своей работы. И отклик. Ну, естественно, чаще всего женщина обращается к теме, может быть, материнства, там, природы, какие-то натюрморты пишет, да, потому что это и близко. А для многих женщин сейчас современных, да, вот волнует социум, в том числе и меня, да, вот меня волнует то, что сейчас происходит в мире, и это как бы дает мне тему для размышления. И это потом откликается, конечно, в наших работах. И у женщины взгляд намного, наверное, шире в этом плане, что она может брать и серьёзные глобальные темы, и такие вот, казалось бы, бытовые, простые темы, которые близки по духу, по характеру, наверное, женщине. Ну, вот вы сказали, что объединились, да, мы о самом объединении Таншилпан поговорим подробнее. Но когда вы стали тесно общаться, помогать женщинам-художникам, мне кажется, тут ещё одной целью было преодолеть некие стереотипы в отношении них, что вот вы как говорите, что это семья, это забота, это повседневный быт. И кажется, что женщина не может справиться с таким высоким искусством. Но вот эти стереотипы вы тоже, мне кажется, помогаете разбивать. Да, вы знаете, основная эта задача была какая? Потому что сейчас, чтобы женщина выставила свои работы на той же персональной выставке, или вот проходят там республиканские художественные выставки, или групповые выставки, это надо представить какое-то определённое количество работ. И очень часто бывают выставочные комиссии, ну, те же выставкомы, не всегда мы можем пройти, даже, опять-таки, по гендерному признаку. А здесь мы тоже проводим выставкомы, отбираем самое лучшее, что есть у художников, и у них есть уже какая-то возможность реализовать себя, чаще работать. Потому что сделать ту же персональную выставку – это минимум 50-60 работ, минимум надо представить. А так как у неё ещё семья, домашний быт, и она не всегда может это сделать. Объединившись, мы чаще можем сделать эти выставки. Вот, например, даже во время пандемии, когда, казалось бы, была тишина, и мало выставочных залов, выставочные залы были закрыты, и мало кто себя мог реализовать, мы сделали три большие выставки. Ну, вот, во-первых, 20 февраля 2020 года, как раз вот после нашей выставки и пандемии, самоизоляция была с 15 марта, но мы успели сделать открытие и сделали выставку. Мы заявили о себе, хорошая она была или никакая – это судить зрителям. Но я думаю, мы как бы сделали выставку, которая дала отклик. Потому что я даже в социальных сетях смотрела отзывы, и многие художники известные сказали, надо же, мы думали, что выставка вот женская, а оказалось, на удивление, хорошая выставка. Вы знаете, было это приятно слышать от наших художников, и они с любопытством ходили, посещали ее. Потом мы сделали онлайн-выставку по просьбе Государственного музея у нас в Алма-Ате. И сделали в Национальном музее большую выставку, которая прошла как раз-таки с 5 февраля по 8 марта. Ну вот выставка, которая произошла в Нарусултане, она произвела вот большой такой вот, можно даже сказать, фурор. Она была очень много людей, потому что, может быть, люди поистосковались по творчеству, по выставкам в связи с этим локдауном, со всякими всевозможными красными зонами, которые постоянно объявляли. И что характерно для наших художниц, за этот год они очень резко выросли. Мы во время пандемии постоянно проводили пленеры, проводили какие-то мастер-классы для того, чтобы девочки смогли поднять свой уровень. И они увидели возможность, что здесь можно чаще выставляться, чаще работать. И главное, есть мотивация. Самое главное, появилась мотивация, что она востребована, она художник. Только главное было, чтобы работа хорошая. Потому что есть отборочная комиссия. Это не просто так принесла работу и повесили. Но это только профессиональные художники. И даже если у нас в фонде девочки состоят, мы все равно отбираем работы. Потому что каждая выставка несет свою какую-то концепцию. А на сегодняшний день сколько женщин-художников в вашем объединении? На сегодняшний день в Телеграме, в чате у нас 72 художника. И двое художниц в силу занятости не хотят ни в каких чатах участвовать. Ну, где-то 74-75 художниц с разных стран. У нас Казахстан основная, конечно, участница из Казахстана. Есть с Узбекистана Диля Рома Медова, с Таджикистана Наргиз Хамидова. Она представитель Союза художников из Таджикистана. Роза Джангарачева с Кыргызстана. И есть художницы у нас с Греции, с Австрии, с Америки, с Канады. Ну, вот как вам удалось практически за такое короткое время, за год, создать такое большое объединение и заинтересовать? Ну, с учетом того, что вы сами пишете картины, что вы участвуете в выставках, это же огромный труд, организационный труд, на который уходит масса и масса времени. Вы знаете, вот даже как-то так вот получилось, что оно само по себе вот пошло. Потому что, видимо, настолько все соскучились, все так захотели объединиться, вот знаете, вот не просто кружок по единомышленникам, а именно вместе чаще выставляться. И потом многие знают меня. У меня был большой перерыв в творчестве, я уходила, но много училась, занималась, но постоянно вот с каким-то костюком художников общалась. И когда я сказала, ну что, возроди наш таншулпан, и все на ура. Но потом, когда, знаете, как сарафанное радио пошло, и я даже не ожидала, я думала, что человек у нас будет 20-30 максимум. У меня цифра 74 человека, я даже не могла себе представить, что настолько профессиональный художник. Да, и я даже сама не ожидала, что, в общем-то, такой будет наплыв художниц. Но причем мы еще и отбор делали художеств, не всех принимаем. И сейчас тоже очень много желающих, но мы каждый раз смотрим работы, даем возможность еще раз поработать, чтобы работы были достойные. Потому что все-таки хочется, чтобы наш фонд именно был интересен не просто вот как объединение женское, а именно как объединение художников-профессионалов с хорошими, качественными работами. Чтобы каждому художнику нашего фонда, я не люблю склонять художница или художник, а именно художник, я всегда говорю, девочки, вы художники, чтобы им было что сказать. Языком творчества, языком искусства. Ну вот вы сказали пленеры. Я тоже посмотрела, на самом деле это большая работа. То есть сначала вы ищете локацию, затем вы продумаете всю логистику, как туда добраться, как расположить, как устроить вот этот творческий комфорт для женщин-художников. И затем вы проводите эти тематические огромные пленеры, где пишут совершенно яркие, потрясающие работы. И вот потом, как складывается судьба? То есть это у вас вот идёт такое внутреннее общение, либо туда вот всё равно привлекаются какие-то меценаты, любители искусства. То есть это же должно во что-то выплёскиваться. Да. Ну, во-первых, мы меценатов, конечно, тоже привлекали пару раз, которые нам помогли в период пандемии, потому что у меня просто был период, когда мне девочки звонили, нам не на что жить. Самоизоляция. Многие жили за счёт продаж своих картин. А тут, получается, вот такой момент был очень тяжёлый. И случайно, благодаря социальным сетям, вы знаете, сейчас всё легко решается. Объявляется одной меценатской группой конкурс в поддержку врачей, комуязвимых слоёв населения. А я подумала, что наши женщины-художники разве не нуждаются в поддержке. Я отправила заявку. Вы дали деньги тем, кто нуждался. На самом деле, это мамы многодетные, потому что у меня в фонде есть художники, у которых трое детей, пятеро детей. И причём воспитывают в одиночку детей, растят. Хотя они творческие личности и самодостаточные. Вы знаете, я в своём, в этом фонде встречаю таких ярких художниц, художников, которые, несмотря на все тяготы судьбы, они сумели стать сильными. Они сумели преодолеть все эти тяготы и работать. И сейчас они себя активно реализуют здесь, потому что они поняли, что они востребованы. И вот, может быть, даже как-то, знаете, отойти от проблем, которые у них были в семье, а вот здесь себя реализовать в творчестве. Уже хорошо. Но вот когда бы они выехали на природу, на пленэр? В том-то и дело, да. А вот мы как раз таки... У нас есть вступительный членский взнос, который нам помогает вот эти взносы проводить. Пленэры какие-то там, выездные пленэры. Вот мы сейчас перформанс провели на Копчегае, в степи, и назывался этот перформанс «Киар-код степи» или «Идентификация степи». Мы сейчас живем во время цифровых технологий, знаете, и куда не придешь, везде спрашивают, это киар-код. А я подумала, а вот мы живем, наша родина, это великая степь, да? У нее тоже должен быть киар-код. И почему бы этот киар-код не составить из работ наших художников, нашего фонда? И мы создали где-то площадью 20-25 квадратов этот киар-код. Вот сейчас монтаж делает режиссер. Я думаю, это будет интересный проект, с которым мы хотим выйти в международное мировое арт-пространство. Он будет на трех языках. Мы какие-то рабочие моменты, фотографии выставляем в социальных сетях, потому что душа поет, не терпится, хочется показать, как это было здорово. Вот я видела часть только. Видимо, я видела центральную работу, вокруг которой и будет все это полотно лазироваться. Много типа был, да. Некоторые критики считают, так же, как и вы, что искусство вообще не стоит делить на мужское и женское. Вы говорите, что своим девочкам объясняют, что они художники, они художницы. Да. И есть такое утверждение, что хорошее искусство есть, и есть все остальное, неважно, какого пола художник. И вот как бы вопрос заключается, вы с этим согласны, вы уже, по-моему, об этом сказали. Я согласна абсолютно. Да, я и девочкам своим тоже всегда говорю. Девочке говорю, вот неважно, какого мы пола, мы должны быть художниками, и наши работы говорить должны сами за себя. Самое главное – найти тему, направление, чтобы художнику было что сказать и как сказать. Вот опять-таки тот же риторический вопрос. А вот интересно, то есть вы объединяете, но тематику своих картин ваши девушки определяют сами. То есть нету тут такой, да, там, градации. Мы вот, допустим, готовимся к выставке, и вот нам нужны работы там. Вот предстоящая выставка у нас в музее Костеева, мы ее запланировали на январе месяц, она будет уже тематическая, потому что как раз таки мы столкнулись. Ну, первая выставка – презентация, да, каждый, кто что хотел, выставлял. Ну, конечно, эти работы тоже были отобраны. Вторая выставка также прошла под этой гидой. А вот третья выставка, она уже будет тематическая. В этом году 115 лет со дня рождения выдающейся поэты Самарьям Хакимжановой. И мы хотим посвятить эту выставку ей. Во-первых, это женщина, она близка нам по духу. У нее удивительнейшая судьба была. Она пережила репрессии, подняла двух детей. И замечательные стихи писала. Мало того, она написала повесть о Маншук-Маметве, по которой Андрей Кончаловский снял фильм, знаменитый его фильм. Это вот она написала, оказывается, эту книгу. И мало кто знает об этом. А когда я прочитала ее стихи, знаете, у меня просто слезы текли. И в то же время у нее и позитивных стихов много. Ей посвящено Алмате и природе. Но вот стихотворение «День Победы» – это вот просто для меня было открытием ее, как поэтессы, как личности, как женщины. И вот это чувство веры, которое, знаете, чувство любви, она всю жизнь ждала своего мужа. И она была ему верна, хотя его в 1937 году расстреляли. И, может быть, нам вот этих человеческих ценностей сейчас не хватает. Мы живем в более такое время, знаете, ну, опять-таки, время цифровых технологий. И не так уж много у нас душевной теплоты сейчас. Мы стали немножко черствее, что ли. А вот на ее примере мы можем как бы понять, что есть такие самые элементарные понятия, как любовь, верность, честь, совесть. И поэтому я девочкам сказала, в этом году мы будем делать выставку именно посвященную ей. И мы даже посвятили один день встречи с ней, с ее соратницей, почитали ее стихи. И выставка будет в январе в музее Костеева. Я думаю, будет хорошая выставка. Я сама уже две работы написала. Ну да, это действительно очень интересно. А как вот вам удается это? По наитию вы находите вот это вдохновение, читаете книги или как? Или оно само приходит? Или кто-то вам советует? Потому что вот на самом деле, если обратиться к вашему творчеству и к вашей работе, вы всегда находите какие-то темы, как вы говорите, там, в наш жестокий век цифровых технологий, когда Земля вращается быстрее, мы вообще отвлеклись от того, что на самом деле составляет такой корень человека, его стержень. А вы их находите, и вы их вытаскиваете так красиво. Ну на самом деле, да, мне кажется, настоящий художник – это вот глаз народа. Мы должны показывать то, что нас волнует. Я, конечно, вижу, когда там пишут портреты, пейзажи. Ну, сейчас в современном мире для этого есть хорошие… Особенно, когда занимаются гиперреализмом, для этого есть фотография. Зачем копировать то, что это можно сделать, сфотографировав? Художник, он должен через призму своего внутреннего, наверное, мира показать то, что его волнует. И меня, например, волнует наш социум, в котором мы сейчас живем. Это и отражается в моих работах, да. И они метафоричны, они концептуальны. Я девочкам тоже говорю всегда, своим художникам, чтобы они искали тему и смогли выразить себя в творчестве своем, чтобы она была узнаваема, чтобы могли перед ее работой стоять, думать и какие-то поднять ценности такие вот жизненные, которые могут взволновать человека. Поэтому, опять-таки повторюсь, высокое искусство, оно не делится по половым признакам, а именно оно должно само за себя говорить. То есть есть понятие художник, есть понятие мастер. То есть мастер может идеально выполнить работу, мастерски ее выполнить, но это ремесло. А художник, это когда вот он сердцем работает, происходит диалог между зрителем и художником. Если говорить о женщинах в искусстве, вот вы в начале беседы вспомнили имена наших великих художниц Аиши Галимбаева и Гульфорус Исмаиловой. Ну, то есть они тоже были, да, уникальны. И для своего времени это тоже был вызов. Мне интересно, а вот какое влияние они оказали на ваше творческое поколение? Вы знаете, я до сих пор любуюсь их работами. Естественно, они жили в другое время. Время более романтичное, да, романтическое, может быть, даже. Но в то же время у них хорошая школа, хорошая база. И как это мастерски сделано. Потом красивые костюмы, красивый вот этот, вот быт красивый. Вот Аиши Галимбаева, да, это красивейшие натюрморты, пейзажи, яркий цвет декоративный. Гульфорус Исмаилова, это она театральный художник, у нее красивейшие тоже работы. Ну, одна шара, чего стоит, да, танец шикарный. И много других работ, ее автопортрет. Это вот мастерство, это стилистика. Это не просто, знаете, вот написать портрет, а именно уметь стилизовать, показать дух, колорит национальный. И все это еще живописно сделать. Но это высочайший класс, высочайший уровень, к которому мы все хотим, конечно, стремиться и достичь таких высот. То есть есть к чему стремиться, есть к чему расти. У художника всегда должна быть, как бы, в жизни, вот кредо такое, расти, расти и развиваться, не останавливаться на достигнутом. То есть если сказать, да, вот я чего-то там, я написал там какой-то шедевр, и на этом успокоиться, это уже не творчество. Потому что всегда вот в любой работе какая-то недосказанность, и всегда вот, например, я смотрю и думаю, вот я что-то хотела вот так показать, у меня немножко не получилось, понимаете? То есть внутреннее какое-то недовольство. Я не могу сказать, что я уповаю и радуюсь тому, что я там сделала. Но я понимаю, что мне надо еще работать, работать и работать. А время и публика, она уже должна сама оценить и расставить свои какие-то критерии. Я так думаю. В одном из своих интервью вы как-то сказали, цитирую, «Мы живем в Казахстане, многонациональной стране, и здесь присутствует синтез разных культур. И все это мы впитываем в себя с детства». Вот как культуры разных национальностей влияют на творчество, на ваше творчество? Вы знаете, на самом деле, например, казахское национальное народное искусство – это символика, это орнаментика, это яркий цвет насыщенный, и в то же время где-то свет в степи такой приглушенный. Это все откладывает большой отпечаток на наше творчество, и я заметила тоже у наших казахстанских художников такая некая декоративность, стилизация, в отличие от тех же художников, которые в России. Но и в то же время школа, вот эта школа передвижников, школа российских художников, она дала для нас большую почву. То есть все-таки азбуку изобретательного искусства нужно знать. Чтобы стать хорошим художником, нужно владеть этим мастерством. А потом уже, зная все приемы, зная методику, зная вот школу, можно писать. Потому что когда многие мне говорят, вот contemporary art, я сейчас вот там что-то там сделаю, и не обязательно знать эту школу. Я считаю, что нужно знать, тогда ты уже сможешь и дальше делать. Единственное, иногда бывает трудно оторваться от этого академизма. Но тут нужно еще много работать над собой, как над личностью. Это и читать, и смотреть, и размышлять. То есть это большой, огромный синтез. Не просто стать, знаете, хорошим художником с академической школой, но еще и голова должна быть на плечах. То есть чтобы можно было передать свои мысли. Ну вот если посмотреть на ваши картины, можно сказать о них, что они очень добрые. Они такие теплые, они очень красочные. И в каждой из них можно увидеть и любовь, и тему красоты, и вот уют, который тебя обволакивает. Можно ли говорить о том, что с помощью тем, которые приходят вам в голову, которые вы потом изливаете на полотно, через краски, через свои идеи, вы рисуете тот идеальный мир, который бы хотелось, чтобы нас окружал всех. Вот то, что вы сейчас перечислили, это было в моем раннем творчестве. Раньше, да. Меня это волновало. Тема материнства, добра, теплоты, и это все было. Сейчас меня больше волнует социальная тема. И она как бы через метафору. То есть нам говорили, например, что наше главное достояние – это мир. А это на самом деле так оно и есть. Мы сейчас радуемся тому, что где-то там происходят войны какие-то, даже сейчас в Палестине, в Израиле, что-то происходит, творится в Сирии, в Ливии. И здесь у нас спокойно. Мы не хотим войны. Мы хотим жить, мы хотим любить, мы хотим творить, мы хотим хорошо жить, быть счастливыми. И вот эта сейчас тема социальная, она меня волнует, и я ее отображаю. Иногда, конечно, есть какие-то моменты, когда хотелось бы, чтобы это было лучше. Мы достойно больше лучшего. Но все равно мы любим эту землю, мы любим свою родину. И, наверное, какой-то дух патриотизма появился. Какую-то лепту внести в свою родину хотя бы языком искусства. Ну вот вы говорите, то есть хорошо говоря о глобальных таких проблемах, да, что картина более социально направленная. Но тем не менее вы их все равно передаете через очень яркие краски. Не скажу, не то что светлые, но действительно, когда смотришь, ощущение, что это светлые картины. Это не вызывает там такой задумчивой депрессии, да, это вызывает ощущение жизни, того, что хочется и дальше. Вот все равно, мне кажется, это вот какая-то ваша натура, которая настолько любит мир и любит людей и пытается вот всех объятья призвать. Люди, давайте будем добрее. Наверное, да. Я на самом деле человек очень такой оптимистичный, но к этому, наверное, с возрастом приходишь, когда уже становишься мудрее. И сейчас в это время, если было разбрасывать камни, сейчас время собирать камни. И более философски относишься к этой жизни. Ну и, конечно же, чувство, может быть, на самом деле оптимизма, пусть она будет концептуальная работа, но в то же время какой-то надежды на хорошую жизнь, какой-то проблеск на лучшую жизнь всегда, конечно, в каждой работе я стараюсь показать. Знаете, разговаривая с художниками, достаточно известными художниками, ну так, на скидку я вам сейчас скажу, то есть, там, мой любимый Андрей Нода, Вячеслав Лейко, я понимаю, что они очень известные, да, востребованные художники. И всегда им хочется подумать о них, что они в материальном смысле достаточно обеспеченные люди. Но я понимаю, что это не так. И вот вы говорите о том, что девочки, профессиональные художницы, которые посвятили себя семье, воспитанию детей, да, то есть они, ну, порой недоедают, скажем так, хотя, ну, наверное, 21 век, и так не должно быть. Вот почему создаётся такое ощущение? Потому вот картины же продаются и их с удовольствием покупают. Вы знаете, сейчас, конечно, продажа картины идёт реже, да, в связи, может быть, с пандемией, со сложившейся ситуацией. Но всё-таки у нас художник, да, он свободным должен быть, он должен заниматься творчеством. Но когда у нас художники вынуждены выходить на работу, там, преподавать, или, там, заниматься ещё какой-то другой деятельностью для того, чтобы прокормить свою семью, себя в конце концов, это неправильно. Потом всё-таки у нас многие говорят, что вот художник ставит свою цену, ой, да, снести там и тому подобное. Творчество, оно никогда не было дешёвым, потому что настоящее творчество. Посмотрите, сейчас аукционы Сотби, Кристи, какие там цены сумасшедшие, да. Наши художники довольно-таки дешёвые все, даже говоря вот о тех художниках, которых вы сказали, они гораздо, может быть, большего стоят. Но у нас немножко такое потребительское отношение к искусству, вот. Все хотят их в интерьере видеть. Но вот этот фонд, он как раз-таки создавался ещё и для того, чтобы поддержать этих девочек, чтобы нас заметил социум, тоже, может быть, и госправительство наше. И хотя бы даже те же художественные материалы, они сейчас очень дорогие, да. Мы могли обеспечивать их периодически, мы как-то это стараемся делать, но это нечасто, потому что тоже средств нет. Хотя бы даже вот объединившись в аренду, снять зал в музее и выставиться там. Это тоже стоит денег. Вот. Для этого такие объединения не нужны. В Национальном музее мы когда выставлялись, очень много писали, нам хотели работу идти купить, и мы продали тогда работы. Но по поводу моих работ сейчас очень много пишут мне, в социальных сетях смотрят и хотят купить, но я сейчас не продаю, потому что у меня персональная выставка впереди. Я хочу сделать такую выставку, чтобы мне не стыдно было показать себя новую. Спустя, после большого перерыва у меня другое видение, я другая, и вот мне хочется сейчас очень подготовиться к этой выставке. Но вот до этой выставки вы тут тоже успели, то есть вы участвовали в международных выставках. Да. Знаете, вот в период самоизоляции очень много появилось таких вот площадок онлайн, даже те же вот выставочные какие-то в России порталы. В Казахстане вот мы делали онлайн выставки. То есть очень много, за рубежом много платформ появилось. Куда я стала отправлять работы? Вот знаете, и что интересно, это вызвало отклик. И даже вот российская организация, Евросийский союз художников пригласил меня вступить в свой союз и стали приглашать на выставки. И даже призовые места вот пошли. Ну вот о призовом месте, пожалуйста, поподробнее. Ведь это было совсем недавно. Это да, это было неожиданно. Мне пришло приглашение для участия в Российской неделе искусств. И я, так как я концептуалист, я выставила ее в номинацию «Концептуальное искусство». Там был перечень разный. И вот прошло время, в общем-то, месяц, я думаю про себя. Даже сертификат они выслали. А тут приходит мне почта, по почте письмо. И муж говорит, слушайте, я говорю, поздравляю. Как раз в День работников культуры был. Я говорю, спасибо, думала, с Днем работников культуры поздравляют. А он говорит, у тебя первое место. Вы знаете, я аж обалдела. Тем более в России очень сильное искусство. В течение разговора в ответе на каждый вопрос говорили о ценностях, которые дороги вам в жизни. Но вот все же, какие самые главные ценности, которые вы несете с собой на протяжении всей жизни и хотите передать своим внукам и своим ученикам, и тем людям, которые, просто людям, которые мимо вас проходят. Но вы так хотите им крикнуть, люди! Но прежде всего надо быть честным с самим собой. Вот если мы перестанем кривить душой, перестанем, наверное, кого-то винить в чем-то, да, спрашивать надо прежде всего себя. И вот эти ценности, семья, любовь, наверное, чувство родины. Я, знаете, помню, у меня очень большой урок мне преподнесла мама. В 91-м году меня приглашали в Англию, причем уехать насовсем. И я уехала. И мне мама все время перед этим говорила, а как же родина? Я говорю, мама, какая родина? Нет, я тогда была молодая. Но все-таки я там, пробыв три недели, за мной целая делегация приехала, буквально за шкирку меня назад вернули. Но я маме своей благодарна, потому что на самом деле человек нужен там, где родился. Вот сейчас уже в таком возрасте зрелом я это понимаю. И тоже хочу внести какую-то лепту, помочь, по крайней мере, через искусство поднять творчество женщины. В Казахстане вывести его на какой-то уровень более высокий. Я желаю вам огромного творчества, удачи, чтобы она всегда шла вместе с вами. Ну а вам, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня с нами была Жемеля Токен. Гражданин, патриот, художник, организатор Международного Независимого Женского Фонда Художников Тан Шоупан. Это программа «Вечные ценности», и мы увидимся через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok